Здравствуйте! Вы смотрите новости на CBC с обзором событий к этому часу в студии Эльна Ралиева. Для начала, коротко о главном. Президент Азербайджана Эльхам Алиев выступил на 4-й международной конференции формирования геополитики Большой Евразии от прошлого к настоящему и будущему, посвященной столетию общенационального лидера Гейдара Ралиева. США опривержены мирному процессу на Южном Кавказе. Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Паттель, комментируя второй день встречи между главами МИД Азербайджана и Арменией. Сегодня мир отмечает Всемирный день свободы печати. Этот день провозглашен Генассамблеей ООН в 1993 году. В Стамбуле состоится встреча замминистров обороны Турции, России и Украины. Стороны обсудят продление зерновой сделки. Правление Центробанка Азербайджана приняло решение повысить учетную ставку. С 4 мая она составит 9%. В Центральном банке указали, что это решение основано на изменении факторов, влияющих на инфляционные процессы в стране и за ее пределами, а также связано с обновлением макроэкономическими прогнозами. Азербайджан надеется на видимый прогресс в нормализации отношений с Арменией по итогам переговоров в Вашингтоне. Об этом заявил президент Ильхам Алей в ходе 4-й международной конференции в Шуше. Глава государства отметил, что Азербайджан после Второй Карабахской войны осенью 2020 года предложил Армении нормализовать отношения, что в интересах как Баку, так и Еревана. Баку направил 4 варианта проекта мирного договора. Ответ Еревана на свои последние предложения Баку ждал более 40 дней и получил неделю назад до встречи в Вашингтоне. Однако, как отметил азербайджанский лидер, в этом ответе азербайджанская сторона увидела вновь территориальные претензии Армении к Азербайджану. Ильхам Алей добавил, что если Армения не проявит конструктивный подход, то мира и взаимодействия между Баку и Ереваном не будет. По его словам, Армении в таком случае придется искать место в новой геополитической конфигурации, потому что вся геополитическая ситуация не только в регионе, но и в мире изменилась, где у Азербайджана есть место, но для Армении это станет большим вызовом. Конференция «Формирование геополитики Большой Евразии от прошлого к настоящему и будущему» посвященная 100-летнему юбилею общенационального лидера Ейдара Алиева. По словам главы государства, встреча в Шуше носит особое значение. Этот город всегда был азербайджанским. Около 30 лет Шуша находилась под армянской оккупацией и была почти полностью разрушена. Самой большой мечтой общенационального лидера Ейдара Алиева было увидеть Шушу свободной. Освобождение города Шуша было триумфом исторической справедливости международного права, подчеркнул глава государства. Тема мы продолжим с политическим обозревателем Рауфом Раджабовым. Он с нами на прямой связи. Рауф Малин, добрый день. Добрый день, Рауф. В ходе международной конференции в Шуше, главной темой которой является формирование геополитики Евразии, президент Ильхам Алиев затронул вопрос нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Глава государства выразил надежду, что переговоры в Вашингтоне между главами МИД Азербайджана и Армении принесут видимые результаты. Следует ли ожидать каких-то подвижек в переговорном процессе в ходе вашингтонского трека? Вы знаете, уже можно констатировать и утверждать, что в переговорном процессе наступил кульминационный период, ключевой период. Это будет сегодня и в 2000-м день. Если армянская страна, то есть официальный ИВА, в лицея министра Александра Дзил, вице-спикера Рубиняна, который задействовал в армянно-турецком треке переговоров, они выполнят свое домашнее задание. То есть согласятся с тем проектом мира за договором, который есть, уже лежит на столе, то, конечно, мир наступит. Но это не означает, что если они его не выполнят, мира не будет, стабильности не будет. Азербайджан и Турция будут поддерживать эту стабильность и тот самый мир, который был обозначен после Второй Карабахской Отечественной войны. К большому сожалению, я не являюсь сторонником прорыва. Дело в том, что наш президент, наш Верховный Волкомандующий, господин Михаил Малиев, очень вовремя обозначил, как всегда, большой политик, большой геополитик. Азербайджан – это страна, вовлеченная во все геополитические, геоэкономические проекты евразийского континента. И сегодня обозначить и заявить, что если Армения не примет и откажется от территориальных притязаний, а ведь я не буду повторяться, но мы уже знаем, что желает внести проект мирного договора, то естественно, что Армения окажется в полной изоляции. То есть Армению ждет до 10 ноября 2025 года полнейшая изоляция. И, кстати говоря, уже шаги для этого уже сделаны. Общаянная Анкара закрыла свое воздушное пространство для пролета армянских авиалей. Как известно, уже со вчерашнего дня они удивлены были, что это произошло. Но насколько можно верить Армянской стороне, если буквально в конце апреля они поставили памятник участникам операции «Немеги», когда были убиты видные государственные деятели и Турции, и Азербайджана. Как можно вести переговоры, делая совершенно обратные шаги на конфронтацию? Но это говорит о том, что армянское руководство ослеплено иллюзиями. Они живут в иррациональном, не в рациональном, а в иррациональном мире. Они живут в выдуманном прошлом мире, но не настоящем даже. Они же не понимают, где они находят фрустрации. Вот это большая проблема, и я думаю, что у американской стороны, во всяком случае, в течение сегодняшнего и задающего дня, есть возможность в прямом смысле надавить. А у них есть рычаги. Хотя они не представлены в Армении в военной базе, но тем не менее у них рычаги есть. Это политика дипломатического характера. Они могут это сделать, но если они это не сумеют делать, то что ж, мы будем дальше продвигать свои проекты. Мы будем дальше проводить в одностороннем порядке делимитацию, демаркацию. Мы дальше будем реализовывать проект, связанный с Ангизурским коридором. Это не означает, что если армянская страна не будет участвовать в Ангизурском коридоре, он будет. И армянская страна-то знает, что он будет. И даже без них. И поэтому в данном случае армянская страна оказывается уже не просто в относительной, или какой-либо геополитической, или геоэкономической, а в полнейшей блокаде. Я думаю, что наш партнер, я имею в виду Грузию, тоже предпринет определенные шаги, поскольку Грузия входит в Тройственный союз. Азербайджан, Турция и Грузия. Чтобы блокада Армении уже почувствовал каждый армянин. И вот каждый гражданин Армении сделал свой вывод. Кстати, воене уже сделали свой вывод. Буквально вчера был проведен социологический исследование Мездрон-организации. Республиканская, очень такая влиятельная. Ее не заподозришь в каких-то амбициях или выполнении какого-то политического заказа. Они дали по шиняду всего 14% рейтинга, доверия. У него уже практически доверия нет. У правящей партии Грузия Гогорчева 21% рейтинга практически падает. И у того и у другой партии они падают, оседают. И поэтому, естественно, что граждане Армении должны будут спросить. И вот в этом вопросе я вижу возможные плюсы. Если армянский народ мадавится на свою власть, что касается карабахских армян, то, естественно, после того, что мы уже взяли под контроль всю границу, я имею в виду, в районе Лачина, везде на дорогу Лачин-Хан-Тярды, то, естественно, что и у них не остается большого выбора. Вообще, надо заметить, что у Армении и более других нет поля маневра. Оно не просто ограничено, оно уже закрыто. И вот эту закрытость и наш президент, наш Николай Николаевич и обозначил, что не будут других действий, как он сказал, прагматично и очень мудро, а будут политико-дипломатические шаги. Вот это самое важное, что мы не будем вести, ну, с кем вести войну? Мы победили в войне. У Армении армии нет. Один в тысячи дезертиров, которые обозначены самим руководством Армении, говорят о том, что уже армянский народ умирает за интересы какого-то клана, а было два карабацы клана, Сарксяна и Кашаряна, их убрали. Теперь пришла другая группа, создавшая уже другой клан, уже, скажем так, региональный армянский, я имею в виду Армения. Это такой провинциональный клан. И вот эти провинционалы взяли власть и теперь создают свой клан. В прямом смысле слова. Но мы не будем ждать их реализации задач, их целей и надежды. Также еще один важный вопрос, то, что после уже окончания Второй Карабахской войны, осенью 2020 года, Азербайджан предложил Армении нормализовать отношения. Однако Ереван, как мы видим, продолжает попытки включить в текст мирного соглашения так называемую Нагорно-Карабахскую республику, который, в принципе, не существует. И многократно заявлялось о том, что этот вопрос даже не стоит на повестке и не рассматривается азербайджанской стороной. Глава государства отметил, что Азербайджан надеется, что Армения все же правит конструктивность. Однако, я процитирую, если нет, то Баку не планирует предпринимать никаких других мер, кроме дипломатических. Что же после этого будет делаться тогда, Ереван? Вы знаете, наш президент, господин Михаил Марий, обознател два важных принципа. Он заявил, что наш мир может быть реализован в соответствии с двумя принципами. Первый принцип – это нормализация азербайджанской отношений. И второй – это контакты азербайджанских властей со своим наследием Карабахи. Все. То есть однозначно, что урегулирование с Арменией может вестись в соответствии с подписанным договором, от которого они отрекаются, ну ради бога, и контакты с азербайджанским населением Карабаха в соответствии с Конституцией и действующим законодателем. То есть третьего не дано. И поэтому в данном случае у Армении не остается практически выбора так искать, как снова-таки наш главнокомандующий заявил, Михаил Алиев, новых спонсоров, новых хозяев или нового хозяина. Вот в чем дело. Этот клан провинциальный находится в поисках новых хозяев. Вот это рабское мышление, это мышление провинциала, и они в прямом смысле, а именно в том смысле, что отсутствие суверенности, отсутствие понятия суверенности, отсутствие суверенитета принятия решений, разработки планов, это говорит о том, что у этого клана будущего нет. У республики Армении, у народа Армении, возможно, будущее есть. Но они должны понимать, что есть две страны, которые могут быть гарантами их безопасности. Это Азербайджанская республика, региональная держава. Я не имею в виду только Южный Кавказ, нет. Это Европа, это Балканы, это Ближний Средний Восток, это пространство независимых государств, это Центральная Южная Азия, да Юго-Восточная Азия, да в данном случае Евразийский континент и глобальная держава, каково является Турецкая республика, обозначившая принцип «мир больше пяти». Поэтому в данном случае у Армении выбор один. Или они все-таки в течение вот этих двух дней ключевых подпишутся, согласятся под тем проектом, который уже обозначен. И наш президент четко его обозначил. Как бы приоткрыл завесу тайны переговорного процесса в Вашингтоне, четырехдневного. Или же Армения оказывается в блокаде, Франция ей не поможет. То есть даже понимать, вы стать говорят, я повторюсь, но Турция запелся в Востоке-Пасад. И именно этот маршрут был из Еревана в Париж и другие города Франции. То есть мы, да, Забуджан и Турция закрыли. Но это первый шаг. Достаточно такой еще не самый. Почему? Но в Литча Вышел Глаз сегодня сказал очень важную вещь. Он сказал, что Турция делает этот первый шаг, но последует эти другие важные шаги по тому, чтобы в зону деть Армении отказаться от провокации, убрать памятник участникам Немедиса операции и подписаться под договором с Азербайджаном. То есть полнейшая координация между Антарой и Баку. Это великолепная модель, которую мы демонстрируем всему миру. Как можно и нужно дружить. И по союзническим отношениям, и по партнерски. Поэтому у Армении выбора нет. Если кто-то думает, что Российская Федерация окажет те или иные шаги, я думаю, нет. Почему? Потому что уже в эти самые дни столпились сотни фур на верхнем лазе. Это КПП грузино-российский. Поэтому в данном случае Россия тоже уже прекратила прием тех фруктов или, не знаю, овощей из Армении. Перекрыта даже поставка российская в Армению. То есть Россия тоже сделала свои шаги. И, кстати говоря, на днях и Захарова, и другие заявили, что Армения должна выполнить все пункты трехстороннего соглашения. Это точно было важно, кстати говоря. Да, сегодня Еревану следует решить, то есть проявить конструктивный подход или, как заявил азербайджанский лидер, в ином случае не будет никакого мира и никаких коммуникаций. И в итоге снова эта страна будет изолирована. Спасибо вам большое, Рауф Мелли. До свидания. Напомню, что на связи со студией с нами был политический обозреватель Рауф Раджабов. Мы продолжаем. Итак, между тем, в Вашингтоне продолжаются переговоры министров иностранных дел Азербайджана и Армении Джихона Байрамова и Арарата Мирзаяна. И сегодня в ходе конференции, которая прошла в городе Шуша, азербайджанский лидер выразил надежду, что переговоры в Вашингтоне все же ознаменутся признаками прогресса. Госдепартамент Соединенных Штатов в своих заявлениях не раз отмечал, что прямой диалог и дипломатия являются единственным путем к прочному миру на Южном Кавказе, а Вашингтон, в свою очередь, готов быть партнером в усилиях по обеспечению прочного мира. Представители внешнеполитических ведомств Баку и Еревана прибыли в Вашингтон еще 1 мая. Вначале они по отдельности встретились с госсекретарем США Энтони Блинкиным. После этого прошла трехсторонняя встреча, на которой обсуждался процесс урегулирования отношений между двумя странами и подготовка к подписанию всеобъемлющего мирного соглашения. Высокопоставленные чиновники Госдепартамента США, знакомые с начавшимися дискуссиями, охарактеризовали их как инструктивные. Американские дипломаты отметили, что обсуждения продлятся в течение недели, что связано с объемным и предметным содержанием переговоров. Информация о том, что главы МИД Азербайджана и Армении могут надолго задержаться в США, свидетельствует также и о серьезности подхода и повышенной заинтересованности Америки в данном процессе. «Между главами МИД Азербайджана и Армении проводятся встречи в Вашингтоне под модераторством госсекретаря США Энтони Блинкина. И эти переговоры ведутся в разных раундах. И я думаю, что тесные контакты между сторонами приведут к общему знаменателю. И обсуждается дорожная карта мирного договора между Азербайджаном и Арменией. И у Запада есть конкретные планы для того, чтобы утвердить план действий». После окончания Второй Карабахской войны Азербайджан проявил добрую волю и выступил с мирной повесткой, основанной на взаимном признании сторонами территориальной целостности и суверенитета друг друга. Все шаги официального Баку были направлены на скорейшее подписание мирного договора. Поэтому успех переговоров в США будет зависеть только от конструктивности Армении. Эксперты полагают, что вашингтонский переговорный трек может оказаться наиболее эффективным. «Я думаю, что вашингтонский формат будет эффективен. И главное то, что стороны должны показать конструктивизм. И на земле у Азербайджана позиции значительно укрепились после того, как мы установили контрольно-пропускной пункт на Лачинской дороге. И это сейчас главная тема обсуждения. Я думаю, что Азербайджан должен показать здесь принципиальность, потому что это международно признанные азербайджанские границы, и это внутреннее дело Азербайджана». Официальный Ереван не раз упускал свой шанс и срывал переговорный процесс. Армения совершала различного рода провокации в отношении Азербайджана, начиная от обстрелов на государственной границе, заканчивая заявлениями официальных лиц Армении, не соответствующих действительности. Несмотря на признание Армении территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, на встречах в Праге и Сочи в прошлом году премьер-министр и другие армянские официальные лица не раз делали заявление, ставящие под вопрос суверенитет и территориальную целостность республики. Вспомним и тот факт, что в декабре прошлого года Армения отказалась от участия в переговорах в Москве. «То, что американские дипломаты были очень активны за последние несколько недель, это дает надежду на то, что встреча в Вашингтоне пройдет удачно, продуктивно. Если честно, американцам удалось то, что не удалось другим. Армения очень долгое время отсутствовала на переговорном процессе. И получается так, что американские дипломаты смогли убедить армянских дипломатов в том, что надо принимать участие в этом переговорном процессе. Я думаю, что один этот факт показывает на то, насколько американская сторона вовлечена в миротворческий процесс». Армения уже исчерпала все лимиты для маневрирования. Уже необходимо переходить к практическим действиям. И судя по заявлениям американских дипломатов, США нацелены на то, чтобы добиться подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном, или хотя бы подписания рамочного мирного соглашения в самые кратчайшие сроки. США привержены содействию мирному будущему на Южном Кавказе. Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведан Патель в ходе брифинга для представителей СМИ. В ответ на вопрос журналиста о ходе переговоров между главами МИД Азербайджана и Армении Патель подчеркнул, что прямой диалог является ключом к решению спорных вопросов между двумя странами. Мы по-прежнему привержены этому процессу и содействию мирному будущему на Южном Кавказе. Считаем, что прямой диалог с помощью дипломатии является ключом к решению вопросов. Но я не собираюсь опережать сами встречи. В конечном счете, каким образом это должно носить предписывающий характер, решать этим двум странам. Мир и стабильность между Азербайджаном и Арменией – это то, чего мы добиваемся. Это то, чем госсекретарь Блинкин был глубоко занят. У него была возможность созвать трехсторонние встречи, а также отдельно побеседовать с каждым из министров. Мы будем продолжать работу над этим вопросом. А сейчас все время для рубрики «Финтаймс» и «Карбарен». С новостями из мира экономики нас знакомит моя коллега Анастасия Панарина. Работа по проектированию железнодорожной линии Барда-Ахдам выполнена на 90%. Об этом президент Ильхама Алиева проинформировали в ходе поездки в Ахдамский район. Глава государства накануне ознакомился с ходом строительных работ на маршруте, который свяжет важнейшие населенные пункты, на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана. Уже заложен фундамент Ахдамского вокзала. Протяженность одноколейной железной дороги превысит 47 километров. Вдоль маршрута будут действовать станции Барда, Кёчарли, Тазакент и Ахдам. Также над магистралью планируется построить три моста. Сообщается, что территория, где проходит дорога, уже очищена от мин. Также в направлении Барды и Ахдама будут спроектированы три платформы и две развязки. На 33-километровом участке железной дороги уложены рельсы. В рамках первого этапа полностью завершены земляные работы, строительство инженерных сооружений, монтаж элементов верхних, строение пути и стрелочных переводов. В целом строительные работы планируется завершить в текущем году. Восстановление действительно в будущем приведет данные территории в статус наиболее развитых регионов Азербайджана и даже на уровне международного масштаба. За всеми обещаниями нашего уважаемого президента следуют реальные конкретные дела, мероприятия, проекты, которые очень эффективно, удачно притворяются в жизни. Я считаю, что для этого у нас есть все возможности и большой потенциал для притворения этих идей и мероприятий как можно в кратчайшие сроки. Наряду с этим глава государства был проинформирован об Ахдамском городском железнодорожном и автовокзальном комплексе. Объект спроектирован как единый транспортный узел. Это создаст условия для удобного передвижения пассажиров. Здание будет построено в национальном архитектурном стиле с использованием элементов фасадного остекленения. Первоначально на автовокзале будут действовать 10 регулярных междугородних автобусных маршрутов. Ожидается, что ежедневно здесь можно будет принять до полутора тысяч пассажиров, а железнодорожный вокзал сможет обслужить в день до тысячи человек. Также глава государства заложил фундамент Центра цифрового управления и учебно-тренингового комплекса Открытого акционерного общества «Зереших» в городе Ахдам. Наряду с удовлетворением потребностей города, Центр обеспечит управление сетями, входящими в схему снабжения в режиме реального времени и в цифровом формате. Благодаря высокотехнологическому оборудованию создается возможность для контроля за надежностью и устойчивостью электроснабжения прилегающих территорий, а в учебно-тренинговом комплексе будут созданы необходимые условия для проведения международных мероприятий. Также предусмотрена подготовка квалифицированных кадров в области электроэнергетики с организацией тренингов в рабочих условиях. Для этого будут привлекаться местные и зарубежные инструкторы, будут составляться правила эксплуатации возобновляемых источников энергии. Здесь разработана рабочая модель применения источников возобновляемой энергии на освобожденных от оккупации территориях. Ее планируется использовать в тренингах как для персонала, так и для потребителей. Азербайджанским правительством было в качестве приоритета заявлено развитие в зоне Карабахского экономического района, а также в зоне Восточного Зангизура, в первую очередь энергетики основаны на альтернативных источных энергиях, то есть так называемой зеленой энергетики. И в этом контексте надо отметить, что и в Агдамском районе, и в Восточном Зангизуре, особенно в Зангиланском районе есть большие возможности, потенциал для развития ветровой электроэнергетики. И в данном случае в Агдамском районе также предполагается развитие ветровой и солнечной электроэнергетики. Глава государства также проинформирован о проведенном открытом акционерном обществе Мазеры Ших в строительстве распределительной электросети на освобожденных от оккупации землях. Уже на начальном этапе работ были проложены линии электропередачи для снабжения объектов инфраструктуры и стратегических объектов. Установлено семь транспортных подстанций различной мощности. Строятся подстанции Агдам-1 и Агдам-2. К ним прокладывается ЛЭП. Для устойчивого электроснабжения Кельбаджарского района проложена линия электропередачи. Реконструирована подстанция Дашкесен. Продолжаются работы на подстанции Кельбаджар и в центре цифрового управления. Тянется линия Чайкент-Зот. Большая работа проведена и в Лачинском районе для обеспечения электроэнергии погранично-пропускного пункта, установленного в направлении условной Азербайджано-армянской государственной границы. Наряду с этим глава государства Эльхам Алиев и первая леди Мехребан-Алиева приняли участие в закладке второго и третьего жилых кварталов города Агдам. Они также ознакомились с ходом строительства нового здания старейшей в Карабахском регионе Агдамской городской школы номер один. При строительстве зданий в жилых кварталах будут использованы теплоемкие природные строительные материалы и современные архитектурные подходы. Здесь предусмотрено создание всей необходимой социальной и бытовой инфраструктуры. Президент Эльхам Алиев и первая леди Мехребан-Алиева также участвовали в церемонии закладки фундамента Агдамского центра Мугама. Восстановление вот этих траченных традиций на этой земле говорит о том, что Азербайджан будет возвращаться туда не только экономически, но и своим культурным потенциалом в том числе. То есть будет идти полное, комплексное восстановление всех, так сказать, траченных позиций нашего государства на этих территориях. И в этом контексте визит азербайджанского президента и его супруги Мехребан-Алиева еще раз подчеркивает, что мы возвращаемся на эти территории навсегда. В индустриальном парке экономическая зона Арасской долины зарегистрирован новый резидент. Этот статус получило общество с ограниченной ответственностью Карабахский промышленный комплекс «Импротекс». Этой информацией поделился в твиттер министр экономики Азербайджана Микайл Джабаров. Отмечается, что размер инвестиций производственного предприятия, которое будет строить компания в индустриальном парке, превысит 7 миллионов 300 тысяч монатов. Объект будет выпускать оборудование для обезвреживания мин, а также технику специального назначения и иную металлопродукцию. Работой на предприятии будут обеспечены 124 человека. Создание предприятия внесет значительный вклад в процесс очистки от мин, освобожденных от оккупации территорий, тем самым ускорив великое возвращение, подчеркнув Микайл Джабаров в своей публикации. Индустриальный парк экономическая зона Арасской долины создан указом президента Ильхама Алиева в 2021 году в Восточно-Зангизурском экономическом районе на территории Джабраильского района. Решением правления Центрального банка Азербайджана учетная ставка увеличена на 0,25% пункта до 9% годовых. Нижняя граница процентного коридора увеличена на 0,5% пункта до 7,5%. Верхний лимит установлен на уровне 10%, увеличившись на 0,25% пункта. Решение вступает в силу с 4 мая. Согласно заявлению Центрального банка Азербайджана, увеличение ставки основано на обновленных макроэкономических прогнозах и учитывает изменения факторов, влияющих на инфляционные процессы и на внутреннем, и на внешних рынках. Отмечено, что годовая инфляция снизилась за последнее время и в марте составила 13,6%. Это на 2% пункта максимума, наблюдавшегося в сентябре 2022 года. Также низкой была фактическая инфляция в странах основных торговых партнерах благодаря спаду глобальной экономической активности и ужесточению денежно-кредитной политики в большинстве стран. Продолжаются реформы, направленные на усиление влияния денежно-кредитной политики на инфляцию. Сформирована база инвесторов в ноты и изменены условия размещения, чтобы сделать аукционы ценных бумаг Центрального банка более конкурентоспособными, создать условия для формирования доходности и поддержать активность краткосрочного денежного рынка. Принято также решение, что помимо банков право владения нотами получат коммерческие юридические лица-резиденты, работающие в ненефтяном и негосударственном секторах. Исключение составляют юридические лица, осуществляющие финансовую и страховую деятельность с применением определенных лимитов. Расширение объема краткосрочных нот положительно скажется на активность рынка ценных бумаг за счет увеличения числа инвесторов. В то же время в Центральном банке Азербайджана отметили, что положительная сальдо счета текущих операций платежного баланса Азербайджана поддерживает стабильность обменного курса моната. Номинальный эффективный курс национальной валюты укрепился на 8,4% в прошлом году и на 4,8% за 4 месяца текущего года. А благоприятные мировые цены на основные экспортные товары и рост не нефтегазового экспорта дают основания ожидать, что счет текущих операций по итогам года будет профицитным, заключает Центробанк. Итоги следующего заседания по монетарной политике будут оглашены 21 июня этого года. Валютные резервы Центрального банка Азербайджана по состоянию начала мая этого года превысили 9,189 млн долларов. За апрель резервы ЦБА выросли на 0,62% или на 56 млн долларов. По сравнению с данными на аналогичную отчетную дату прошлого года рост оценивается почти в 30%. Напомним, что год назад валютные резервы ЦБА составили 7,88 млрд долларов. В то же время к началу текущего месяца денежная база в Азербайджане выросла в годовом выражении на 21% или на 3 с лишним миллиарда монатов и превысила 17,6 млрд. Средний коридор приобретает все более важное значение и в будущем он послужит главным связующим звеном Евразии. Об этом заявил посол Европейского союза в Азербайджане Петер Михалко на встрече с журналистами, организованный по случаю Всемирного дня свободы печати. Глава председательства Евросоюза отметил, что зарубежные партнеры проявляют большой интерес к бизнес-среде в Азербайджане. Сегодня в Азербайджане действует около 400 европейских компаний. У Азербайджана есть огромный потенциал, и мы видим, что европейские инвесторы проявляют интерес к бизнес-среде страны. Сотрудничество между Азербайджаном и Евросоюзом в сфере взаимных инвестиций может служить обеспечением надежной связи стран за пределами Союза. В этом вопросе стоит подчеркнуть роль среднего коридора, так как этот маршрут очень актуален сейчас, для Азербайджана в том числе, и в будущем послужит главным связующим звеном в Евразии. Хотелось бы отметить, что Евросоюз является одним из основных торговых партнеров Азербайджана. Мы наблюдаем стремительный рост во взаимной торговле. В 2022 году главным экспортером в Азербайджан стал ЕС. 53% от общего объема товара оборота пришлось именно на Азербайджан. Азербайджан является общеевропейским поставщиком газа. Такое мнение выразила еврокомиссар по энергетике Кадри Симпсон. Однако, по ее словам, сотрудничество выходит за рамки газовой сферы, так как у страны имеется огромный потенциал в области возобновляемых источников энергии. Европа вышла из этой зимы с наполовину заполненными газовыми хранилищами, более стабильными ценами на газ и позитивным прогнозом на следующую зиму. По словам еврокомиссара, такого результата удалось достичь благодаря содействию граждан стран ЕС и надежных партнеров, таких как Азербайджан. Сейчас Евросоюз полон решимости реализовать стратегическое партнерство с Азербайджаном. Об этом Кадри Симпсон заявила после состоявшейся в Брюсселе встречи с министром энергетики Азербайджана Перевизом Шахбазовым. Переговоры прошли в рамках энергетического диалога высокого уровня, созданного с целью развития энергопартнерства между Азербайджаном и Европейским Союзом на новом этапе. Стороны обсудили вопросы обеспечения поставок газа сотрудничества Баку и Брюсселя по диверсификации поставок, развитию возобновляемых источников энергии и приоритетам энергоэффективности, сообщает Министерство энергетики. Перевизом Шахбазов отметил, что реализация документов о стратегическом партнерстве между ЕС и Азербайджаном в области энергетики требует наращивания совместных усилий по увеличению экспорта азербайджанского газа в Европу до 20 млрд кубометров в 2027 году. Подача дополнительного газа требует увеличения маршрутов поставок. В связи с этим наращивание мощности Южного газового коридора является стратегическим приоритетом. Чтобы начать работу по расширению проекта и добиться прогресса, необходимы значительные инвестиции и финансовые инструменты. В этом конкретном случае важна поддержка европейских партнеров. Развитие инфраструктуры, которая доставляет и диверсифицирует энергетические ресурсы из безопасных и надежных источников в Европу, таких каналов, как Южный газовый коридор, маршрут Кольцо Солидарности, а также коридор Зеленой энергии, Каспий Евросоюз, имеет важное значение для комплексной энергетической безопасности. Оценив вклад Азербайджана в энергетическую безопасность Европы в период энергетического кризиса, Еврокомиссар по энергетике отметила, что при переходе от управления кризисом к среднесрочному стратегическому планированию Европа также учитывает ожидаемый рост спроса на газ. Это является одним из важных вопросов, связанных с расширением Южного газового коридора. Мы поддерживаем расширение коридора. Встреча помогла нам определить следующие конкретные шаги в соответствии с нашим планом по отказу от потребления российского ископаемого топлива до 2030 года. Европейский союз поддерживает наших соседей и партнеров на Южном Кавказе в вопросах увеличения производства возобновляемых источников энергии. Например, низкий уровень выбросов метана в Азербайджане и Каспийском регионе создаст возможности для совместной защиты лидирующих позиций страны в отношении метановой деятельности. Ввиду растущего интереса к поставкам газа из Азербайджана в ходе диалога высокого уровня была представлена информация об объемах установленного спроса. Также обсуждены ожидаемые возможности добычи и экспорта с месторождений, находящихся в стадии разработки и разведки. Кроме того, стороны рассмотрели необходимые шаги по расширению южного газового коридора. Отдельно стоит отметить тему передачи зеленой энергии и мер по достижению энергоэффективности. В связи с этим были рассмотрены перспективы и процедуры получения статуса проекта взаимного интереса для коридора «Зеленая энергия» Каспий ЕС. Также по существующим и планируемым энергопроектам в Азербайджане изучены возможности сотрудничества с европейскими финансовыми институтами. Ну что ж, на этом у нас пока все. Мы будем дальше следить за ходом событий как в мире, так и в регионе. Спасибо, Анастасия. Анастасия Панарина представила рубрику «Финтаймс и Карбарен». Ну а мы продолжаем наш выпуск. Одним из приоритетных направлений в сфере сотрудничества между Баку и Брюсселем является вопрос разминирования освобожденных территорий Азербайджана. Об этом заявил глава представительства ЕС в Азербайджане Петер Михалко на встрече с журналистами, приуроченный ко Всемирному дню свободы прессы. Посол отметил, что Азербайджан и ЕС реализуют множество проектов в сфере экономики, зеленой энергетики, образования, культуры и других областях, представляющих взаимный интерес. Европейский Союз является одним из основных доноров Азербайджана в вопросе разминирования, а данная сфера – одна из приоритетных в сотрудничестве между Баку и Брюсселем. Евросоюз всегда поддерживал и будет поддерживать своих партнеров в вопросе устойчивого развития. Отмечу, что между Азербайджаном и Евросоюзом продолжаются интенсивные переговоры по скорейшему подписанию всеобъемливающего договора. Данное соглашение охватывает множество сфер, поэтому его реализация будет выгодна для всех. В Баку состоялась встреча журналистов с послом Евросоюза в Азербайджане Петра Михалко, приуроченная ко Всемирному дню свободы печати. В беседе с представителями медиа глава представительства ЕС в Азербайджане отметил, что деятельность журналистов имеет исключительное значение в современном мире и работа средств массовой информации не должна как-либо ограничиваться. Каждый человек имеет право на свободу мысли и выражения. Это право состоит в том, чтобы свободно иметь свое мнение. Это является основным пунктом всеобщей декларации прав человека, подписанной 75 лет назад. По словам посла ЕС, на сегодняшний день этот пункт декларации является основным для обеспечения беспрепятственной работы журналистов. Ежегодно десятки журналистов становятся жертвами войн и конфликтов. Военные репортеры погибают в горячих точках в попытках донести правду о происходящих событиях. По разглашенной в 1993 году Генеральной ассамблее ООН Всемирный день свободы печати предоставляет международному сообществу возможность отдать дань памяти профессиональным работникам СМИ, которые погибли при исполнении своих обязанностей. В этом году мир отвечает 30-ю годовщину про разглашение Всемирного дня свободы печати. Эта дата дает возможность журналистам во всем мире вспомнить коллег погибших при исполнении своего профессионального долга. 3 мая также отмечают и в Азербайджане, в стране пережившей войны и многолетний вооруженный конфликт. Десятки азербайджанских журналистов с началом военных действий отправлялись в Карабах, стараясь попасть в самые горячие точки. Это было необходимо для того, чтобы донести широкой общественности сведения о войне. Азербайджанская журналистка, корреспондент газеты «Молодежь Азербайджана», национальный герой Салатана Скерова, неоднократно успела побывать на передовой. Она общалась с военными и добровольцами, готовила фронтовые репортажи. Салатана Скерова была убита 9 января 1991 года, направляясь из лачина в Шушу при выполнении профессионального долга. Первая журналистка, которая погибла во время первой карабах войны, это Салатана Скерова. Профессия журналиста, особенно военного репортера, она достаточно опасна и сопряжена с огромным риском. И покойная Салатана Скерова, она была просто расстреляна армянскими диверсантами, с сепаратистами, которые просто обстреливали любое транспортное средство, которое проезжало по так называемой их территории. Военная журналистика в Азербайджане тесно связана с именем Чингиза Мустафаева. Он неоднократно выезжал в зону боевых действий, снимал сражающихся в Карабахе солдат, запечатлел открытую перестрелку между вооруженными силами противоборствующих сторон. Ему удалось отснять кадры о зверствах Ходжалы, которые заставили содрогнуться всех, кто их увидел. Известный журналист был смертельно ранен осколком мины при попытке снять наступление азербайджанской армии 15 июня 1992 года во время ожесточенных боев в карабахском селе Нахчеванлы. Ему посмертно присвоено звание национального героя Азербайджана. Вторая Карабахская война 2020 года освещалась более масштабно. Репортеры и военные журналисты практически всех медиа структур страны отправлялись на передовую, находясь с угрозой лицом к лицу. Война завершилась спустя 44 дня, а минная опасность, которая впоследствии унесла жизни десятков людей, в том числе журналистов. Продолжила свое существование на азербайджанских территориях. Оператор азербайджанского телевидения АСТВ Сирач Абышев и сотрудник информагентства Азертач Магирам Ибрагимов погибли не во время боевых действий, а уже после их окончания. Они подорвались на мине при исполнении служебных обязанностей в Тельбаджарском районе Азербайджана 4 июня 2021 года. Вскоре было выяснено, что мина была установлена армянской стороной уже после подписания трехстороннего заявления от 2020 года. Организация «Репортеры без границ» и Международная федерация журналистов включила Магирама Ибрагимова и Сирач Абышева. В список представителей СМИ убитых в 2021 году при исполнении служебных обязанностей. Идет минная война. Наши журналисты, я знаю немало групп, которые архивируют уже освобожденные нами территории, все те зверства, все те разрушения, которые были совершены армянскими диверсантами, армянскими вооруженными силами и естественно сепаратистами. «Вся эта работа все еще продолжается и я просто надеюсь, что не будет более никаких жертв. Хотя никто от этого, к сожалению, не засракован». Всего, по данным Министерства иностранных дел в Азербайджане в период независимости, в результате боевых действий и их последствий погибло 9 журналистов. Трагедии близ села Каракянт. В 1991 году погибли 4 журналиста. Это Аллы Мустафаев, Пахредин Шахпазов, Ариф Гусейн-Заде и Осман Мирзоев. В конце ноября 2020 года из-за подрыва мины в Физули погибла Зивейда Адель-Заде, главред газеты «Гайдыш», базирующейся в Физулинском районе. Эсмиралиева, Сибиси. Азербайджанская делегация во главе с генпрокурором Азербайджана Кемраном Алиевым принимает участие в первой общеевропейской региональной конференции Международной ассоциации прокуроров, которая проходит в Стамбуле. В течение двух дней делегата со всего мира, прокуроры, представители авторитетных международных организаций обсудят эффективные расследования и борьбу с кибербезопасностью. На полях мероприятия в интервью журналистам Кемран Алиев сообщил, что в Азербайджане возбуждено уголовное дело по факту взятия в плен в Армении двух азербайджанских военнослужащих и применение к ним силы. Помимо этого проводится расследование в связи с сожжением азербайджанского флага в Ереване. Лицо, учинившее данные инцидента, объявлено азербайджанской стороной в международный розыск. Генпрокурор также отметил важность регионального сотрудничества в борьбе с преступностью. Во всем мире растет преступность. В некоторых случаях выявить правду в рамках юрисдикции одной страны не представляется возможным. Много преступлений связано с криптовалютами, торговлей людьми, незаконным оборотом наркотиков. Большое значение сегодня имеет борьба с терроризмом. У нас в Турции подписан документ о сотрудничестве, в рамках которого мы работаем. Что касается регионального сотрудничества, в прошлом году в Баку состоялась первая конференция генпрокуроров тюркоязычных стран. Во второй раз эта конференция пройдет в Анкаре. Ее проведение запланировано на ноябрь этого года. В мероприятии принимают участие гости из 32 стран мира. Благодарю азербайджанского коллегу за плодотворное участие в нашей конференции. Хочу отметить, что сотрудничество между генеральными прокурорами Азербайджана и Турцией находится на самом высоком уровне. К этому часу пока что все. Оставайтесь на Сибиси, чтобы быть в курсе событий. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.